Укрепление связи со странами-членами организации тюркских государств во всех сферах является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана, который всегда носил свой вклад в тесное объединение тюркского мира и впредь ведет приверенный идеям единства тюркского мира. На состоявшемся в Сармарканде, девятом саммите организации, президент Ирхам Алиев отметил, что, начиная с проведенного в 2009 году Нахчеванского саммита, структура прошла большой путь развития и остановился на предстоящих целях. Тюркский мир охватывает обширную географию с населением больше 200 миллионов человек и обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными путями и современными военными возможностями. Тюркский мир – это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность. Наряду с политической, экономической, торговой, культурной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферами, сектором цифровой трансформации, мы должны также активизировать наше сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность. Считаю, что настало уже время на постоянной основе держать в центре внимания в рамках организации такие вопросы, как права, безопасность, сохранение национальной идентичности, недопущение ассимиляции соотечественников, живущих за пределами стран-членов организации Тюркских государств, сказал глава государства и подчеркнул, что в тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в странах проживания. Президент Иргам Алиев с сожалением отметил, что большинство из 40 миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами азербайджанского государства, лишено этих возможностей. Обучение соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств на родном языке, постоянно должно находиться на повестке дня организации. Следует предпринять необходимые шаги в этом направлении. Азербайджанское государство уделяет особое внимание обеспечению прав и свобод, безопасности азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах. Мы продолжим свои усилия для того, чтобы наши соотечественники, волею горькой судьбы, оказавшейся отдельными от азербайджанского государства, сохранили свой язык, традиции, культуру, оставались приверженными идеологии азербайджанства, никогда не прерывались связи с исторической родиной. Касаясь происходящих в регионе процессов, президент Ильхам Алиев отметил, что хотя 30-летняя оккупация завершилась, ее горькие последствия все еще остаются. Армения стерла с лица земли 9 городов и сотни сел Азербайджана. До основания разрушены 65 из 67 мечетей, а оставшимся двум мечетям нанесен серьезный ущерб, и они использовались для содержания свиней и коров. Это оскорбление всего мусульманского мира. Глава государства сказал, что хотя и прошло два года после завершения Карабахской войны, Армения продолжает военные провокации на границе. В совместных заявлениях, принятых в Праге и в Сочи в октябре, Азербайджан и Армения официально признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это еще раз показывает то, что Карабахский конфликт остался в прошлом. Итоги Второй Карабахской войны открывают новые возможности для региона. Азербайджан активно продвигает создание Зенгизурского коридора и проводит на своей территории широкомасштабную деятельность, связанную с коридором. От открытия Зенгизурского коридора получат пользу все страны региона. Глава государства также рассказал о проводимой на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабной созидательной работе, реализации программы «Большое возвращение» для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Отметив, что президент Турции Раджап Тайаб Эрдоган трижды совершил визиты на освобожденные земли, президент Ирхам Алиев пригласил главдругих Турский государств Карабах и Восточный Зенгизур.